Геоэнергетика Лайф Геоэнергетика Лайф Геоэнергетика Лайф Планы о том, что пора начать борьбу, появились, по-моему, лет 20 назад, если не больше. Периодически о них вспоминают, забывают, вытаскивают, отряхивают от пыли. Сейчас еще раз решили вытащить. Самое удивительное, дорогие наши зрители, что обычно эти планы достают с дальней полки, и пыль с них отряхивают, когда цены на нефть перешагивают отметку в 100 долларов. Это, видимо, так сказать, звоночек звенит специальный, вот, лампочка загорается, и, о, все, надо доставать эту папку. А здесь вроде как 100 долларов нету, или мы чего-то не знаем. Вот сидим сейчас здесь, общаемся, а может быть где-то в Соединенных Штатах нефть уже стоит 100 долларов. Нет, смех смехом, но последний раз крупную попытку предпринять вот такой вот антиопековский закон Соединенные Штаты предпринимали году в 2007-2008, как раз когда шло резкое удорожание всех углеводородов, ну, включая нефть. И в прошлом году на фоне цен порядка 120-125 долларов, они тоже что-то как-то вспомнили и начали говорить, не, ну, это непорядок, это непорядок, что это такое? Нефть должна вообще бесплатно раздаваться, а не вот это вот все. А да, кстати, американские производители добывайте побольше, а нефть должна быть бесплатно, а производители побольше добывайте. Парадокс. Как это может быть? Ну, видимо, в умах американских законодателей как-то это должно сочетаться. Вот, так что, дорогие друзья, я так понимаю, что это перед заседанием ОПЕК-плюс как раз пытаются подложить? На самом деле, событий, которые грядут, много. В очередной раз борьба с призраком банкротства Соединенных Штатов, то, что на повестке дня, вроде бы они уже договорились, ну, это вот ежегодные торги, кто что сумеет себе выторговать, чтобы избежать банкротства. Ну, и на самом деле, действительно, предстоит встреча министров стран, подписавших соглашение ОПЕК-плюс, очная, после достаточно долгого перелива, значит, переговоры будут серьезными, значит, не исключены какие-то решения, которые могут указать влияние на мировой рынок нефти. Боже мой, неужели Соединенные Штаты Америки, этот град, сияющий град на холме, царство свободы, демократии и построенная на римском праве законодательная система, неужели они могут пытаться давить нас, производителей, какого-то товара, принимающего какое-то решение, которое им не нравится? Я отказываюсь в это верить. Как так можно? Они делают это регулярно. Могу напомнить, что в 1922 году, когда был изобретен пятый пакет санкций, в котором предусматривалась эмбарго на поставки нефти, нефтепродуктов из России, расчет был на то, что Россия настолько обидится, что вообще всю нефть снимет с мирового рынка, для того, чтобы не произошло скачка цен, начался бесконечный хадж европейских политиков на Ближний Восток. Я думаю, что если попытаться считать, сколько за прошлое лето визитеров было в странах ОПЕК, и прежде всего в Саудовской Аравии, со счета точно собьемся. Они приезжали, сулили какие-то блага на конкретный вопрос арабских руководителей. А какие блага, списочек дайте? Нет у нас никаких благов. Давайте вы будете просто добывать больше нефти. Результат, естественно, оказался отрицательным. Никому в такие игры играть не хочется. Если в Европе, в Соединенных Штатах кто-то считал, что идет их священная борьба с Россией, то производители нефти придерживались другого мнения. Это рынок покупателей пытается диктовать свою железную воду производителям и поставщикам. Разумеется, если бы удалось победить Россию, это означало для любой другой страны риск, что маневр будет повторен против кого угодно. Поэтому ответ был отрицательным. Сейчас вот они опять волнуются, потому что выясняется, что влияние на страны Ближнего Востока, прежде всего, основного поставщика нефти в Европу нынче, просто нет. Просто предложить нечего. Это недопустимо, значит, если кончились пряники, берем кнут. Или если пряники зачерствели, берем и бьем пряниками. Вот, понятно. Мы, собственно говоря, почему решили это проговорить? Потому как действительно приближается не только голосование в Соединенных Штатах, которое дало нам повод пару слов сказать, но и приближается встреча в рамках ОПЕК+. И по удивительному совпадению тут же пошли новости не только из Соединенных Штатов. Мы сейчас проголосуем, и вам будет плохо. Но и пошли всякие новости в стиле, а вы знаете, между Саудовской Аравией и Россией огромные проблемы. Саудовская Аравия очень России недовольна. Да-да-да. И вообще в ОПЕК плюс полный разлад. Мы по сообщениям наших источников, мы вот это узнали, и вот теперь доносим до вас. Удивительно. Я бы, вот если был вредным человеком, я бы подумал, я бы подумал, что это попытка информационного давления в преддверии вот каких-то непопулярных в США и Европе решений, которые могут принять в рамках ОПЕК+. Но наверняка это просто совпадение. Не так ли? Ну, таких заявлений, вот замечательный заголовок в одном из изданий Всемирного информационного агентства ОБС. Один Блумберг сказал, Китай предпочитает туркменский газ российскому. Это намек на то, что Китай не хочет строить магистральный газопровод сила Сибири-2. Ему намного важнее, интереснее построить четвертую нитку магистрального газопровода Центральная Азия-Китай. Но наиболее такая вот удачная, на мой взгляд, реплика это проект строительства железной дороги Китая-Киргизия-Узбекистана в обход России. Мы, кстати, обсуждали в прошлый раз. Можно пересмотреть замечательный выпуск. Получилось очень весело и задорно. Так что я думаю, вот таких пугалок везде противоречия. Все недовольны России. Отвратительно, да-да-да. Все с нами разорвали взаимоотношения. Ну, просто так совпадает, что переговоры... Очередь желающих вступить в БРИКС пошла уже на третий десяток. Так, Борис, прекратите. Все понятно. Это кремлевская пропаганда. Очереди нет, ничего нет, БРИКСа не существует. Все недовольны. Да. Всем, кто нам в чате передает привет, мы также передаем привет. Есть у нас чат, есть QR-код, по которому можно отправлять нам сообщения, вопросы и все такое прочее. Можете воспользоваться, нам комментируют, что в США дизель упал. Да, но вот вы говорите, сократилось количество фур. А вот Минэнерго Соединенных Штатов говорит о том, что вот сейчас цены на бензин снизились, значит, количество поездок увеличится на 6%. Так что все хорошо. Ну, я думаю, мы с этой милой американской темой закончим. Мы фактически проанонсировали основную тему, которую, видимо, будем обсуждать на следующей неделе. Как раз ОПЕК-плюс приближается и вообще на нефтяном рынке становится интересно. Но тему бензина мы не бросим. Но бензина не абы какого, а российского бензина. Нашего родного. Нашего родного, исконно посклонного бензина. Как вы помните, краткое содержание предыдущих серий. В конце апреля появились новости о том, что из-за изменений системы налогообложения может произойти нехорошее на рынке моторных топлив Российской Федерации. А именно, бензин подорожает и его будет мало. То есть его, может быть, прям вывезут, может быть, просто будут меньше производить. Главное, так или иначе, его будет мало. На этом фоне удивительное совпадение, но перешли к росту биржевые котировки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Притом, основной рост пришелся на сегмент АИ-95. Нашего замечательного автобензина исследовательского. Вот краткое содержание предыдущих серий мы с вами видим сейчас на этой схеме. А 95-й бензин перешагнул отметку в 61 тысячу рублей за тонну и устремился вверх. Но мы неделю назад говорили о том, что, скорее всего, это рост, обеспеченный такой легкой, незамысловатой паникой на рынке. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала «Независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика.Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива поиска спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Зене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на спонсору. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика.Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание. Кстати, мне очень понравились новости о том, что какой кошмар пишут. Вы представляете, товарного бензина вывезли, точнее, вывезут в мае 330 тысяч тонн. Вы представляете, какой кошмар? Для понимания, 330 тысяч тонн, это много или мало, я понимаю, что, скорее всего, какой-то системы, должна быть какая-то система отсчета. Мы производим порядка 40 миллионов тонн бензина, бензинов, 40 миллионов. В год? В год. 4 миллиона вывозятся, 4 миллиона тонн. Вывезут за рубеж в мае, по прогнозу, 330 тысяч. Давайте мы умножим на 12, 330. И какая же цифра получится? Вот, я предлагаю всем посчитать и прикинуть, настолько ли ужасна эта величина. Но, тем не менее, на фоне вот этого подорожания пошли такие новости, которые удивительным образом били в струю. Ай-яй-яй, бензин вывозится, его не будет, все будет плохо. Хватает чемодан, вокзал уходит. Да. А что же произошло в конце недели? Давайте посмотрим, как закончилась текущая неделя. Ухорочились слухи о том, что запретят экспорт всем поголовно. А это мы сейчас упомянем. Давайте мы следующую схему посмотрим, и на ней будет прям неприятно. Ой. Ой-ой. Нет, конечно, это дорого. Кстати, вот без шуток, премиум 95 за 60 с лишним тысяч за тонну, это получается 45 рублей за литр. Это дорого. Но рекорды закончились. По крайней мере, на данный момент. Понятно, что мы еще будем следить за изменением ситуации, но вполне возможно, что паника завершилась, и сейчас цены сократятся. Кстати, опережающими темпами они сокращались в других сегментах, которые тоже решили слегка подрасти. В первую очередь, конечно, в сегменте 92-го бензина. Вот, и так уж получается, дорогие друзья, что, видимо, люди попаниковали, попаниковали, и как бы все. Но, но нельзя же бросить эту замечательную тему. Просто сказать, ну все, ну закончилось. Нет. В течение этой недели нас огорошило агентство Reuters, которому мы, кстати, сегодня еще вернемся. Так вот, ну агентство Reuters, давайте бы цитату вот глянем, замечательное агентство Reuters, что же оно нам написало-то? Вот, Россия рассматривает возможность запрета экспорта бензина, сообщают источники. Обожаю источники. При том, что, ну действительно, могут быть какие-то представители компании, которые говорят, ребят, ребят, на меня ссылаться не надо, но вот будет так-то, так-то. Тогда пишут источник. Ну вот, чтобы человека не подставлять, но информация проверенная. Но иногда так можно вообще любую информацию давать. Что самое интересное, подобного рода сообщения каждый раз происходят, когда на российском рынке возникает вот такая вот неприятность с биржевыми котировками. То есть, если вдруг они по какой-то причине, и неважно по какой, начинают бить рекорды, тут же говорят, а давайте, наверное, вот знаете, вот правительство запретит экспорт. Ну потому что, ну а мы производим 40 миллионов тонн, вывозим 4 миллиона тонн, давайте экспорт запретим. Ну потому что это поможет. Ну очевидно же. Очевидная помощь, потому что 10% этих сразу решат все проблемы. Что самое интересное, в последний раз я помню, в конце лета 21-го года такого рода сообщения были, и тогда делались оговорки, кстати, вполне разумные, что ну мы, может быть, запретим экспорт, если только мы не будем учитывать направление в рамках Евразийского экономического союза. Ну то есть, большая часть экспорта сохранится, а меньшая часть будет запрещена. И говорили это в конце сезона высокого спроса на АИ-95. Удобно. Я думаю, что вот эти бесконечные сообщения от ОБС, какие они только не бывают. И, по-моему, только биржу у нас еще не закрывали, все остальное было. Экспорт запрещали, налоги меняли, все менялось, но на самом деле вот то, что мы видели на графике, нельзя назвать это падением, это больше похоже на фиксацию, что будет дальше. Но очевидно, что первая волна паники прошла, пока слухи о том, что будет меняться система исчисления демпфера остались слухами, инициатива со стороны Министерства финансового была, но пока она до Государственной Думы не дошла, а с учетом того, что не за горами летние каникулы, может вообще не добраться. Так что есть большая надежда, что, ну, да, высоковато, но зафиксировались. И напоминаю, что у нас в России по-прежнему два совершенно разных рынка. Все, что происходит на бирже, рост цен, падение цен, практически никак не сказывается на тех ценах, которые мы видим на наших автозаправках. Так сложилось. Так выглядит наша налоговая система, ну, ничего с этим не сделаешь. Ну, кстати, Министерство энергетики, в общем-то, на эти сообщения отреагировало. Давайте вот посмотрим, что, ну, я понимаю, не столь авторитетный источник, как источник, в кавычках, а просто министр энергетики Российской Федерации, что по этому поводу высказал, как высказался. Да, в последнее время наблюдали рост цен на моторное топливо на бирже, но в последнюю неделю этот рост сократился. И слово запрет мы не упоминаем. Мы говорим про ограничения. Ну, какого рода ограничения, опять же, раскрыто не было. Может быть, это был тонкий намек на какие-то толстые обстоятельства, но, с другой стороны, опять же, никаких ограничений пока что так же не вводили. Возможно, под ограничениями имели в виду коррекцию, там просто упоминался еще и ФАС, коррекцию тех объемов, которые должны из производимого моторного топлива отправляться поставщиками, производителями, отправляться на биржу. Там, правда, и так присутствует больше, чем требуется. Ну, может быть, как это, опять же, периодически бывает в таких ситуациях, эту долю также увеличат. То есть у нас стандартная реакция, как правило, идет на такого рода сообщение. Реакция первая. Увеличить долю бензина, который производится в стране, которая должна поставляться от производимой в стране, которая должна поставляться на биржу. Сейчас это 12%, но при желании можно увеличить 15%. Сейчас говорят именно о 15%. Ну вот. То есть этот показатель можно корректировать. И, в принципе, да, если вам не хватает, действительно, то есть у вас какие-то изменения из-за нехватки предложения происходят, ну, пожалуйста, вы увеличиваете предложение на бирже, что происходит с ценами, они приходят в норму. Вот. А если причины в чем-то другом, ну, значит, нужно работать с этими причинами, а не распускать слухи о том, что, ой, сейчас экспорт запретят, и вот тогда все получится. Вот. Нам тут предлагают, нам тут задают вопрос, синтетическая нефть, дизель из газа или угля не может вытеснить российскую нефть в Европе? Дорогие друзья, российской нефти в Европе практически нет. И российских нефтепродуктов тоже. За рядом крайне ограниченных исключений. Но сами по себе эти синтетические заменители заменить не могут, они просто дороже. Но при желании можно сделать, если у вас вообще нет. Ну, так называемая технология GTL, ГЭС-Ту-Ликвид, да, она есть, уже несколько заводов построена, в том числе достаточно крупная в Узбекистане, но там причины другие. У Узбекистана мало месторождение нефти, ей нужно удерживать стабильность на рынке моторных топлив, они делают то, что выгодным и Узбекистану. ГЭС-Ту-Ликвид, а в России это точно не надо, если, ну, в Европе может происходить все что угодно, она это убедительно доказала, специальный такой полуостров, который немножечко сошел с ума, поэтому могут делать все что угодно. Производить бензин можно вообще из самых разных веществ. Ну, если уж на то пошло, некоторые европейцы были бы даже рады, если бы такая система заработала, то есть производство таких синтетических топлив, вот, сейчас обсуждалась тема про электрическое топливо, это топливо как раз вот произведенное благодаря великим Фишеру и Тропшу, произведенное с участием возобновляемых источников энергии, которые вам дают водород, в общем, берем зеленый водород, делаем синтез газа, и синтез газа делаем необходимое вам углеводородное сырье, и радостно этим углеводородным сырьем заправляем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Такие схемы сейчас предлагались, обсуждались, но на сегодняшний день в качестве какого-то решения, которое бы решение массового характера, оно не рассматривается никем, но некоторые выступают за него. Ну, не исключено, что будет наращиваться поддержка, потому что среди европейских политиков появилось новое течение, необходимо в срочном порядке забить весь крупный рогатый скуд, поскольку выделяет метан, это ужасно, я думаю, что сельхозпроизводители будут поддерживать технологию GTL, может быть, хотя бы так удастся коров не пустить под нож. Не-нет, они просто все комбайны, все сейлки-вейлки переведут на электричество. Вот, притом такое прям вот вилку в розетку будут втыкать и брум-бам-бам-бам и поехали. Нет, смех смехом, но такие схемы действительно обсуждались, такие предложения были, но они пока даже вот, они даже не могут поколебать уверенности европейских лидеров в том, что все должно быть электрифицировано. А вопрос, который нам пришел последним после текста на еврите, извините, мы не владеем. Так что ответить на вопрос, как прикажете это понимать, не можем. Или вы имеете в виду, как? Ну, вбейте в онлайн-переводчик, может, вам переведет, и вы сможете это понять. Давайте вот такие вопросы нам не отправлять, вот про энергетику, пожалуйста, мы легко можем вот взять и проговорить. За Эрдогана у нас тут переживают, точнее, что якобы он вот победил. Дорогие друзья, мы тоже с интересом следим, вот сейчас мы, сейчас мы немножечко про другое. Я тоже выступаю за то, чтобы победителем стал Эрдоган, потому что фамилию второго кандидата в президенты я выучить, просто не способен. Пусть остается Эрдоган, пусть в Соединенных Штатах остается Байден, Байден всегда со мной, Байден всегда живой. Не надо менять, мы уже привыкли. Так, мы так можем дойти до того, что и Шольц нормальный. Отличный человек, отличный человек. Ну, хорошо. Зачем нам сильная Германия, нам лучше Шольц. Ну, не знаю, я вот только привык к тому, что Марш Шевчевич вроде занимается энергетикой, а он хоп, и заместитель, и заместитель Урсунов-Ундерля. Не-не-не, вот эти все, конечно, перестановки, это все не к добру. Давайте, вот оставим. Может быть, он успел получить медицинское образование, и вот вышел заместитель еще такого. Век живи, век учись. Да. Ну, так вот, дорогие друзья, в общем, поговорили мы про наш бензин. Завершая эту тему, завершая эту тему, заметим, что, безусловно, возможно, цены стабилизировались, и тогда вот эти биржевые котировки окажут влияние на конечную цену, так или иначе, но у нас прямого влияния, нет, у нас прямое влияние биржевые котировки оказывают на маржу, которую с этого товара получает, получает автозаправка. Причем независимая автозаправка, автозаправки, принадлежащие вертикально интегрированным нефтяным компаниям, это отдельная тема. Вот. И мы к ней обязательно вернемся в следующий раз, а сейчас, так как есть еще... Я только на дорожку хочу заметить, вот то, что мы стали волноваться по поводу стоимости премиального бензина 95, отнюдь не говорить о том, что у нас стал стареть автопарк. Он, напротив, молодеет, поэтому, собственно говоря, растет спрос на 95 бензин. Тут, ну, если вдаваться в подробности, то мы еще можем сказать, что частично у нас 95 бензин, как таковой, как товар, имеет два измерения. Это просто 95 бензин, ординарный, и всякие премиальные брендированные марки 95 бензина там с некими дополнительными присадками, обеспечивающими там моющие свойства и так далее, и тому подобное, которые тоже занимают значительную часть рынка. И вот на их ценообразование вот эта вся история, она тоже влияет постольку, поскольку они живут вот в отдельном мире. Опять же, так как мы про бензин стали говорить чаще, я думаю, эту тему мы тоже в следующий раз как-нибудь затронем. Тем более начнется лето, период высокого спроса, так что... Да, так что все поедут, посмотрим, что там будет с 95-м, сотым бензином опять же, не будем забывать, что у нас есть премиальный-премиальный прям бензин сотый. Ну вот, люди у нас пишут, что проголосовали за Эрдогана на госуслугах. Правильно, молодцы. Вот. Я надеюсь, все наши зрители поступили так же, прямо с утра. А теперь будем надеяться, правда, что на Дальнем Востоке так не делали, иначе это будет выглядеть странно. На Дальнем Востоке у нас утро начинается чуть раньше, чем в Турции, поэтому будьте внимательны. Я думаю, что это пишут наши турецкие зрители, у нас же их много. Да, а в Турции, как известно, очень много госуслуг. Так вот, возвращаемся в Европу. Ну, раз уж мы тем более Европу так немножечко затронули, опять же, обсуждаем новости, и новости поражают воображение. А именно, какие же заголовки нас поразили и заставили вновь посмотреть на этот самый европейский спрос. Давайте вот посмотрим на эти заголовки. В этот раз про газ. Да, про газ, конечно же. Все, вот, жидкие углеводороды мы пока отложили в сторону. Можем, да, вот. Еврокомиссия в 23-м году ожидает сокращение спроса на газ в Евросоюзе на 60 миллиардов кубических метров. Ожидается, что потребление газа в ЕС сократится больше, чем импортировано из России. Ну, и так далее. Это лишь частные примеры довольно большого количества новостей, которые посыпались на этой неделе. И вы знаете, что самое интересное? Это не новость. Это сообщения, которые стали распространять со ссылкой на Financial Times, которой в руки попал какой-то документ Европейского Союза. Но я хочу разочаровать всех, кто успел поразиться, что как на 60 миллиардов сократится, что происходит, что ожидается. Да, на всякий случай по отношению к среднему спросу за последние пять лет. То есть не по отношению к 22-му году, а вот по отношению к предыдущим пяти годам. Да. То есть на самом деле перед нами, ну, я понимаю, Financial Times, ОБС, источники, да, источники прокрались куда-то в Европейский Союз или их источники из Еврокомиссии прислали, так вот никому не показывай документ. Дорогие друзья, вот разочарую, разочаровываем это не новость по той простой причине, что речь идет о плане Европейского Союза, который реализуется с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, который был продлен в конце марта до 31 марта 2024 года. Только и всего. И у меня только одно замечание. То есть, да, это не означает, что спрос на газ не будет падать, что он не будет расти. Нет. Это просто означает, что вот достигнутый к настоящему моменту показатель, он примерно равен сокращению на 60 миллиардов кубических метров относительно вот этого среднего значения за последние 5 лет. Они от него отталкиваются. Только и всего. В общем, надо отдать должное, что вот люди в Еврокомиссии очень много слов тратят на то, что мы сэкономим, мы планируем, мы еще... А вот был один политический деятель, совершенно потрясающий, дай бог ему здоровья, лишь бы цирроз его не покарал. Он вот все это вывел вообще в одно слово. Прикрути. О, кстати. Да, кстати, где он, да? Да. Все намного проще. Все намного проще, потому что происходит ровно то же самое. Идет акция под кратким названием прикрути. У нас падает спрос не потому, что мы стали энергоэффективны, что-то исправилось. Давайте глянем, как это выглядит. Да. Ну, я... Вот. Вот там точка под названием прикрути. То есть, на самом деле, падает спрос. Какое отношение к этому падению спроса имеет Еврокомиссия, ну, как со стороны не пытаясь разобраться? Да никакого. Они видят эту тенденцию, что сокращается объем спроса прежде всего в производственном секторе. Сколько отраслей в Евросоюзе пострадало, мы уже устали перечислять это и металлургии, и химики, и производство цемента, керамики, стекла, бумаги и так далее, и так далее. Начался процесс переезда предприятий порядка 90% из тех, кто намерен переезжать, намерен переводить производство в Соединенные Штаты 10% в Китай. Ну, это они так говорят. А там мало ли. Да, то есть это результат опросов среди бизнеса европейского. Это не мы тут придумываем. Мы как бы говорили о том, что это может произойти, что какие-то тенденции есть, а тут европейцы решили, слушайте, а может мы спросим, как бы, мы же тут сидим, давайте вот зададим вопросы этим бизнесменам. Задали вопросы, и было неприятно. в ближайшие два года они говорят, ребят, вы знаете, вот все, конечно, хорошо, да, да, цены снизились, да, спасибо, тарифы пересматривайте в сторону понижения, но они, когда вот они были пониже, они были очень высокими. До кризиса, например, Германия платил, ну, предпотребители в Германии платили за электрическую энергию самые высокие цены на планете Земля, то есть вообще вот самые высокие. Ну, зато у них были самые солнечные турбины и самые ветряные панели. О, это да, кстати, да, не будем забывать, да, мне очень нравится, как часть нашей широкой аудитории очень любит восхищаться новостями о том, что вы представляете. В Европе, я новость читал, цены на электрическую энергию стали отрицательными. Боже мой, вот нам бы так. То, что это биржевые торги в какой-то момент времени, во время избытка предложения, и производители, это не важно. Ой, нам бы так. Ну, да, если нам бы так, то и цены самые высокие на планете Земля тоже должны быть. Ну, на самом деле, это не радость, это такой достаточно серьезный признак наступающей дестабилизации в объединенной энергосистеме, что значит отрицательная цена. Нет спроса. Мало того, центральное диспетчерское управление, неважно, как он называет, как он называется в той или иной стране, просто не в силах остановить процесс генерации. Если некуда девать электроэнергию, значит, часть электростанции должны остановить производство. Но, видимо, таким было количество всевозможных льгот, преференций и прочего-прочего в адрес той самой зеленой энергетики, что у центрального диспетчерского управления просто нет полномочий на то, чтобы прекратить вот это. Больше того, это означает, что электросетевое хозяйство не в силах справиться с предраспределением энергии в энергодефицитные районы. Нет возможности отправить туда, где электроэнергии в конкретный момент не хватает. Это значит, что солнечно-ветряные электростанции строились без комплекса планирования, без расширения электросетевого хозяйства. То есть, электростанция строится как вещь себе. Вот она красивая, и она должна работать. Для чего, зачем, почему, как регулировать вот такой момент перепроизводства, будем думать потом. Вот звоночек просвенел. Почему и зачем, понятно. То есть, вот опять же, не надо думать, что, ну, понятно, мы тут в таком, знаете, слегка юмористическом стиле это обсуждаем, но не надо думать, что, ну, там, в Европе люди, принимавшие решения, они слегка нездоровы. И они принимали решения, не посоветовавшись лечащим врачом. Нет. Под этим всем были определенные соображения. То есть, они были слегка здоровы. Хорошо. Они были слегка здоровы. Они были слегка здоровы. Вот. Когда принимались решения о развитии возобновляемых источников энергии, генерации на возобновляемых источниках энергии, Евросоюз был мировым лидером по производству оборудования. И вокруг творился мировой экономический кризис. И фактически Евросоюз пытался заместить поставки газа, которые там пророчили, невероятный рост тогда пророчили, порядка 300 миллиардов кубических метров к 30-му году. В плюс там Евросоюз, ну то есть с Великобритании тогда еще потреблял 500 миллиардов кубов, а к 30-му году должен был потреблять 800 миллиардов кубов. Ну, этот рост надо было чем-то обеспечивать, а лучше заместить, потому что это же надо где-то покупать. А давайте ветряки поставим, тем более мы их производим. Давайте солнечные панели поставим, тем более мы их производим. Но то, что потом получилась какая-то ерунда, ну да, вот не подумали о том, что китайцы умеют быстро строить заводы и производить оборудование не хуже, а дешевле, вот, что другие виды генерации начнут умирать, ну вот как-то не подумали, понимаете, вот такие невероятные профессионалы. Но под этим всем, да, была определенная логика, другое дело, что она не сыграла. А вот тут мне вот другое интересно. Вот если сейчас происходят вот такие безобразия, связанные с возобновляемыми источниками энергии, ну то есть поясним, вот еще раз могут быть отрицательные цены, ну потому что у вас избыток предложения настолько огромный, что хотя бы за счет того, что вам, условно говоря, приплачивают, пытаются увеличить спрос, потому что не справляются, ни диспетчеры не справляются, ни потребителей нету для такого количества электрической энергии. В выходной день звонить Гансу на пряж, чтобы он быстренько сбегал домой, включил, утюг поставил его на пылесос, который тоже надо включить. Ну или хотя бы электромобиль поставил на зарядку, что ж ты так, что ж ты так забыл про него. Вместе с телефоном. Вместе с телефоном. А лучше электромобиль, пылесос, все включили, заработало. Но основной потребитель, обеспечивающий стабильный спрос на электрическую энергию, это промышленность. То есть она требует электрическую энергию постоянно в более или менее прогнозируемых объемах. А если у вас объемы промышленного производства скукоживаются, если промышленные предприятия, ну если бизнесмены не наврали, и они действительно начнут перебираться куда-нибудь в Соединенные Штаты, в Китай, неважно куда, главное за пределы Европейского Союза. И это не значит, что вообще там не будет промышленности, но просто объем промышленного производства сократится. Как будут управлять этой замечательной энергосистемой с все еще растущим опережающими темпами объемом производства ветровой и солнечной электроэнергии? И не будет ли так, не сложится ли такая ситуация, что уже в 20-х годах, то есть во второй половине 20-х годов эта энергосистема несколько столкнется с новым кризисом? Давайте сформулируем вот так мягко. Да, может. Ну, по крайней мере, мне это кажется. Вот Борис может сейчас скажет, нет, невозможно. Нет, ну, для того, чтобы стабилизировать одновременно существующие две пилы, пилы и потребление, мы не потребляем в течение суток равномерно, мы ночью спим, утром все разом просыпаемся, у нас включается абсолютно все, от городского транспорта до магазинов, офисов и так далее, и так далее, и кофеварок на кухне. Потом мы заканчиваем работу, точно так же дружно уходим, а на это накладывается пила производства, потому что в какой-то момент туча, штиль, все панели и турбины выключились, потом они внезапно все включились, каким-то образом это надо балансировать, для того, чтобы балансировать методов не так много, один, вполне очевидно, нужны промышленные накопители, именно промышленные, литиевые батарейки для этого подходят слабо, потому что стоят дорого и срок жизни у них ограничен. Гидроаккумулирующие электростанции, те, которые работают в двух режимах, как гидроэлектростанция и как насосная станция, поднимаем воду снизу вверх в тот момент, когда электроэнергии слишком много, у них есть достаточно жесткие требования к рельефу, необходим перепад по высоте, хотя бы 50 метров, все, что можно было, в Европе уже построили, за исключением в Швейцарии, там еще остались места. Этого не хватает. Еще один вариант, сетевое хозяйство должно быть развито так, чтобы можно было мгновенно перебрасывать излишки туда, где есть дефицит. Грубо говоря, в Испании солнце, в Финляндии тучи, электроэнергия побежала из Испании в Финляндию. В Испании ночь, а в Финляндии как раз в это время поднялся хороший вечер, хороший ветер, перебрасываем в противоположное направление. Но это зря будет комплексного подхода, одновременного проектирования и тех мест, и той мощности, которые будут у новых в Ведроген, и в Ведроэлектростанции, и солнечных электростанций, и сетевого хозяйства. Чего нет, того нет. Борис, ну, я уверен, что значительная часть людей скажет, ну, что вы вот, что вы тут рассказываете? У европейцев есть печатный станок. Они возьмут и напечатают деньги, тем более, там недорого, там 150 миллиардов стоит вот модернизация, модернизация электросетевого хозяйства. Что, европейцы не напечатают? Да напечатают, да в любой момент. И все, и будет у них, будут у них и сети, будут накопители. Просто еще напечатают, отдадут деньги, им накопители привезут. Что не так? Не так то, что мы не живем в компьютере, где нажатием клавиши мышки появляются новые заводы, новые линии электропередачи. Это процесс. От того, чтобы лишь очень быстро печатать деньги, провода не побегут. Вот из Португалии в Швецию не рванут. Нужно разбираться с земельными участками. Земля – это самый дорогой ресурс в Европе. Это у нас. Можно решать вопросы отчуждения земельных участков на Камчатке и на Чукотке. А вот где-то на, не знаю, там, Берлинщине с этим немножко сложнее. Так что, сейчас поезд, в общем-то, уже ушел. Сейчас надо как-то опережающими темпами развивать электросетевое хозяйство. Но мы даже признаков этого не видим. Мы продолжаем слышать о новых и новых электростанциях, которые уже скоро будут, панели будут на спинах у жителей Европы, они с ними будут бегать, чтобы производить как можно больше чрезвычайной зеленой электроэнергии. Ну, на самом деле, очень забавно смотрятся вот эти, смотрятся эти планы по корректировке каких-то событий, происходящих в энергосистеме, в самом широком смысле в энергосистеме Европейского Союза, банально, потому что все эти корректировки происходят в рамках планов, которые принимались для других условий, которые принимались для условий бурного роста спроса на энергоносители. Огромного количества поставщиков энергоносителей, которые вот бьются в дверь Евросоюза и говорят, ну пусти, пожалуйста, мы даже собьем цены. Давайте мы, кстати, вот параллельно, пока я говорю, глянем, что там европейцы импортируют, сколько газа европейцы импортируют, вот чтобы где-то висело в качестве иллюстрации, и я вот буду про это все говорить. То есть парадокс ситуации сейчас в том, ну лично на мой взгляд в отношении Европейского Союза, что они не учитывают банальную вещь. Ситуация очень сильно изменилась с точки зрения объемов промышленного производства, с точки зрения потребности населения, с точки зрения перспектив роста спроса на те или иные энергоносители. И вот здесь на графике мы видим, как изменился объем импорта в 22-м году, в 23-м году по сравнению с 22-м и 21-м годами. То есть, когда, опять же, европейская комиссия говорит, да-да-да-да, вы знаете, мы вот придумали на 60 миллиардов кубов мы сократим спрос относительно среднего показателя за прошедшие за предыдущие пять лет. И тонкий голос Порошенко «Прикрути». «Прикрути». Ну, тонкий, там, тонкий. И такой «Угу, прикрути, прикрути». Эхом раздавалось где-то от Лиссабона до Варшавы. И получается, что не учитываются вот эти изменившиеся обстоятельства. Система, которая принималась из других соображений, из других исходных данных, она не меняется. Ее пытаются встраивать в ситуацию, которая совершенно иная, по всем параметрам. То есть, нигде нет совпадения. Ни в потреблении энергоносителей, ни в экономическом росте, который ожидался, ни в объемах промышленного производства, ни в чем абсолютно нету совпадений. Но вместо того, чтобы пересмотреть, ну вот, принимаются такие планы. В результате сове больно, да и глобус себя не очень хорошо чувствует. Ну, глобус можно поломать. Тут неясно, кто раньше сдастся, сова, глобус или человек, который сову на этот глобус натягивает. Мы за сову очень переживаем, поэтому, ну, если вдруг нас смотрит кто-то из руководства Евросоюза, а вы, кстати, зря нас не смотрите, мы иногда толковые вещи тут говорим, так вот, ребята, ребята, пока не поздно, пересматривайте стратегию. Ну, либо продолжайте заниматься тем же, чем занимаетесь, рассказывая о том, что падение происходит по плану, вот план, вот план, вот падение, ну, значит, все правильно, все хорошо, а мы гениальные управленцы. Вот, о, а инфляция, она тоже влияет на все, даже на электричество, не так ли? Есть такой момент, есть такой момент, она тоже влияет и на электричество тоже, по крайней мере. Как и электричество на инфляцию. Вот, они все друг на друга влияют. А теперь самая шокирующая новость прошлой недели. Оставим европейцев, резко переметнемся в Азию. У нас сегодня сложная география. Китай отдает предпочтение Туркменистану перед Россией в следующем крупном трубопроводном проекте, пишет нам вышеупоминавшееся агентство Reuters. Боже мой, что тут началось? Начались рассказы о том, что ну все, ну вот все, ребята. Вот вы говорили, вот Китаю нужен ваш газ, да не нужен. Вот уважаемые люди со ссылкой на источники, между прочим, они просто так пишут, что Китай будет первым строить очередную нитку газопровода Центральная Азия Китай. Борис, что тут можно, это наверное все, а Северный поток-2 строить не будут, он не нужен. Как же так? Китай аккуратно диверсифицирует поставщиков природного газа, что он делал всегда. Как ни странно. Если посмотреть на структуру импорта Китая, то сказать, что кто-то из поставщиков занимает доминирующее положение, просто невозможно. Трубопроводные проекты из Мьянма, Центральной Азии, из России реализуются все. Если посмотреть все-таки на географию Китая, то можно обнаружить, что эти газопроводы приходят в разные регионы этой страны, которые, как ни странно, не могут похвастаться тем, что у них равное развитие. А вот можно, забегая немножко вперед, карту повесить? Вот ожидалось, что мы чуть позже упомянем этот факт, но давайте вот карту повесим Китая. Просто чтобы было понятно, почему. Как распределено население Китая, в первую очередь. Да, большое спасибо Руслану Карманову, который вот очень вовремя эту карту предоставил. Огромное спасибо. И вот, ой. Это плотность населения, если плохо видно. Чем темно-зеленее, тем меньше этого населения, чем темно-краснее, тем его больше. Вот там, где коричнево прям, вот там, там просто люди на головах друг у друга сидят. Зато им тепло. Там в любом случае тепло, там в принципе очень теплый климат. Нет, но вот если там, где совсем зелененькое, вот при Амуре, оно теплотой не отличается. Ой, ну это мы сейчас начнем. Вон люди вот, вот где теплее, и где есть рабочие места, где развита промышленность, где развито потребление энергоносителей, вот там они и селятся. Это, кстати, к вопросу о том, что, ой, ну сейчас на границе, на границе России, Китая, миллиарды человек стоят и ждут, как бы кинуться вот в Восточную Сибирь. Захватить Восточную Сибирь, Дальний Восток, и все непременно Чукотку. Надо зайти, люди, где вы? Смех смехом, у Китая проблемы с заселением, расселением людей на своей территории. То есть плотность, вот там, где вот та, где такое темно-зелененькое, она очень низкая. Ну, по-китайским, можно сказать, меркам очень низкая. Но это означает более низкое социальное развитие, экономическое развитие. И в эти регионы вкладываются деньги, чтобы это развитие дошло до средне-китайского уровня. Вы представляете, что вот миллиард примерно человек, он живет вот туда. Юг и Юго-Восток. Потому что там условия лучше. А Запад для них дикий, как, впрочем, и для нас. Да и Север, в общем, мягко скажем, тоже не блещет. А центр страны это вообще кошмар. Воды мало, населения мало. Зачем нам там жить? Поедем на юга. Говорит молодежь и едет на юга. Потому что там деньги, потому что там рабочие места. Центральное правительство, раз заговорили про Туркменистан, про Центральную Азию, прикладывает, на мой взгляд, максимум усилий для того, чтобы картинка изменилась. Вот эти темно-зеленые пятна стали приобретать желтенький цвет. Именно отсюда вытекают новые проекты строительства дорожных магистралей, автомобильных, железнодорожных, каких угодно. Для того, чтобы восток, северо-восток Китая получил такое же развитие, как юг, запад, северо-запад. Именно отсюда вытекают проекты строительства новой дороги в Киргизию и в Узбекистан. Именно отсюда новые и новые развязки на границе с Казахстаном. И именно отсюда некоторые недоумения уже и от депутатов Государственной Думы, а что же с нашими погранпереходами в Китай? Проснулись, пора приводить их в порядок. Оказывается, у нас растет товарооборот. Наши зрители пишут, а в Китае где-то горы еще есть, где неудобно жить. Да не может быть, дорогие друзья. Так кто бы мог подумать-то, а? Ой, в Китае там чего только нет. Это четвертая страна в мире по площади. После России, Канады, по-моему, Соединенные Штаты. Бразилия, по-моему. Дорогие друзья, проверьте. По-моему, на третьем месте Соединенные Штаты Борис утверждает Бразилия. Давайте проверим. Но на самом деле неважно. Потому что Китай, самое главное, это огромная страна с очень разными условиями. И если у вас, например, газопровод Силы Сибири входит где-то на территорию, где-то в районе вот востока страны, а газопровод... Старого промышленного центра. Да, газопровод Силы Сибири собирается войти где-то на территории вот севера запада страны, то это расстояние, примерно равное расстоянию между Лондоном и Стамбулом. Можете ли вы сказать, что газопровод, который приходит в Лондон, ну это то же самое, ну просто то же самое, что газопровод, который в районе Стамбула приходит? Нет. А почему-то, когда мы смотрим на Китай, ну я понимаю, тут может быть еще такая российская гигантомания, потому что, ну все рядом, тысяча километров, это вообще не расстояние. А там, правда, не тысяча, там немножко больше, но тоже не важно. Вот. То мы, когда смотрим на Китай, мы считаем, что ну если здесь пришел газ, ну значит и нормально, он везде, его можно поставить. Он сразу по всей площади равномерно распространяется. Нет, ну в принципе, в принципе, про что-то такое нам еще Паскаль говорил. Что давление в жидкости или в газе распространяется во все стороны одновременно. Ну тогда емкость должна быть закрытой. Так, так. А что Китай это не закрытая емкость? Кто бы мог подумать? Ай-яй-яй. Вот, дорогие друзья, то есть когда мы смотрим на карту Китая, не надо обманываться. Китай огромная страна. Я понимаю, да-да-да. Смотрим сверху Россия, забываем о том, что в рамках проекции, которая позволяет нам вот так вот на плоскости изображать шарик, Россия несколько больше выглядит, чем она на самом деле. Но неважно. Вот смотрим на это. Ну Китай, ну что, маленький такой. Вот сюда трубу ввели, и по всему Китаю газ распределился. А или вот с юга подвели терминалы для приема жиженного природного газа, так этот жиженный природный газ прямо до северо-запада дойдет. Нет. Безусловно, если поставить такую цель, может и дойдет. Но какой ценой, по какой цене он дойдет? И не проще ли организовать поставки из Центральной Азии сюда, из России туда, потому что это просто дешевле. Ну, если говорить вот так, чтобы было понятно, что такое площадь Китая, удаленность одних его центров промышленных от других, в Китае с восторгом отнестись к тому, что Владивосток стал открытым морским портом. Из Карбина выгоднее добраться до моря в Владивостоке, загрузиться на судно и отправиться на юг Китая. Это будет дешевле и быстрее, чем по железной дороге. А что самое интересное, это в принципе нормальная практика. Например, вот до известного конфликта между Катаром и Саудовской Аравией катарцы сжижали гелий, везли через Саудовскую Аравию в ОАЭ и там грузили и отправляли. Ну, потому что, ну, вот так вот было удобней. Просто там портовая мощь. Это не сказать, что вот какая-то удивительная ситуация. Да, так вот бывает. Вы знаете, ближайшая точка оказывается непрямая, а немножечко, как завещал кто у нас, Риммон или Лобачевский, что вот, вот, знаете, ближайшая точка может быть совсем непрямая. А вот по этой самой, по кривой дошли и поставили. Гораздо дешевле и быстрее. Так что касается проекта четвертой нитки газопровода Центральная Азия-Китай, она очень интересна для региона. На совещании в Сиане Китай-Центральная Азия подписано межправительственное соглашение между Китаем и Киргизией о возможностях организации поставок электроэнергии из Киргизии в Китай. Хотя Киргизия энергодефицитна и дефицитно растает. Но четвертая нитка газопровода пройдет через Киргизию. Это очень тонкий намек на то, что будут строиться газовые электростанции непосредственно в Киргизии для того, чтобы приграничные районы Китая получили готовую электроэнергию. Очень интересный проект. Вот это мы все рассказали, а ведь есть еще один момент, за который вообще зацепилась наша широкая аудитория. Вопрос цены. Вопрос цены поставок трактовался не в пользу России вот в этой статье Рейтерс. Давайте мы посмотрим, что пишет нам уважаемый Рейтер со ссылкой на источники а не абы как. В конце передачи мы решили заняться арифметикой. Мы сейчас очень быстро пробежимся по ну кто-то же должен. Кто-то же, где-то же, когда-то же должен. Китай платит примерно на 30% больше за туркменский газ, чем за российский, как показали данные китайской таможни. Давайте сразу вот эти самые данные китайской таможни, вот сколько поставляется, да. Если, дорогие друзья, вы возьмете такой сложный прибор, как калькулятор или возьмете телефон, где есть программа калькулятора и посчитаете, сколько же платили, ну исходя из этих данных, за природные, за тысячу кубических метров природного газа в Туркмении и сколько платили России, вы узнаете страшное, что оказывается 30% это примерно 12%. Ну то есть вот если вот это вот все взять, получится примерно 12% разницы, а видимо, по мнению источников агентства рейтерс, 12% это примерно равно 30%, потому что невозможно сказать, а почему, да, справедливости ради, в тексте агентства рейтерс поставки из России 16 миллиардов кубических метров, но там они написали примерно, то есть они округлили, а вот данные, которые дает наша сторона 15,5%, я посчитал, что лучше мы про 15,5% скажем, тем более это будет честнее в отношении тех данных, которые опубликованы, но как можно было 30% получить, вот исходя из этих данных, я лично не знаю. Профессионалы, работающие во всемирном информационном агентстве ОБС, один Блумберг сказал, могут не такое, они все могут. Я, ну, я тогда аплодирую, я радуюсь, но вот, знаете, арифметика, второй или третий класс, вот, пожалуйста, сложные упражнения, когда у нас десятичные дроби, по-моему, в третьем классе, да, дорогие друзья, вот, изучают, ну, кажется, кто-то не доучился до третьего класса и десятичные дроби не прошел. Есть геометрия Лобачевского, геометрия Риммана, а есть арифметика от Рейтрус. Тадам-тадам-там. Тынс. И давайте глянем на карту газовых электростанций, раз уж на то пошло, потому что про 12% это мы не просто так. 12% не только здесь у нас сыграют. Давайте вот, какое количество газовых электростанций, вот если мы посмотрим на эту карту, это анонсированные газовые электростанции. И 12% по установленной мощности от этих газовых электростанций сосредоточены в Китайской Народной Республике. И как-то неудивительно, Китайская Народная Республика умеет реализовать сразу несколько проектов. И строить газовые электростанции, и СПГ-терминалы, и прокладывать трубопроводы из Средней Азии, и прокладывать трубопроводы из Российской Федерации. А как она замечательно строит угольные электростанции, и в каких количествах у них идет строительство атомных энергоблоков, в общем, Китай заслуживает, по-моему, отдельной передачи и отнюдь не часовой. Там есть о чем подумать, на что посмотреть. Будем уговаривать руководство канала о спецвыпуске про Китай. А пока в качестве завершения приведем высказывание, ну, опять же, раз мы про Китай, высказывание генерального директора АО СУЭК. Давайте приведем. Сибирско-Уральская энергетическая компания, на всякий случай. Ну, пока его выводят на экран, я так зачитаю. Если в 22-м году мы поставили в Китай свыше 7 миллионов тонн высококачественного угля, то в 23-м году в планах СУЭК увеличить эту цифру практически в три раза, до более чем 20 миллионов тонн. Это к вопросу об угольных электростанциях. Мы как-то касались этого вопроса в одном из прошлых выпусков, что Китай, несмотря на все уговоры, на все уговоры почему-то все еще строит угольные электростанции, видимо, не слышит тех наших экспертов, кто говорит, что ну, все, уголь им больше не нужен, а вот-вот 20 миллионов тонн одного только СУЭКа пойдет. Давайте мы сразу глянем, какие компании лидируют по угледобыче, чтобы понять, а к чему это вообще СУЭК, много это, мало, кто это вообще такие. Давайте вот выведем. Ой, а СУЭК у нас оказывается пятый в мире по величине поставщик. Удивительно, поразительно. Кто бы мог подумать? Я думаю, что если все будет в порядке, он будет четвертым уже, если не третьим, в самое ближайшее время, к тому времени, когда будет построен полностью порт Лавна в Мурманск, его железнодорожная обвязка, есть подозрение, что эти показатели будут сильно увеличены. Портовые возможности в России тоже растут. В общем, нам на сейчас надо, самое главное, заниматься нашей логистикой. Железные дороги, порты, судостроение и так далее, и так далее. Вот это наша главная сейчас проблема, ее нужно будет решать. Ну, а пока, ну, а пока, видимо, на сегодня все. Будем надеяться, что продолжим эти темы в следующее воскресенье. Всем спасибо за внимание. Да, присоединяйтесь в 7 часов вечера по воскресеньям. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»